Добрый день! Я приглашаю вас прогуляться по аллеям Большевеченского зоопарка, познакомиться с нашими любимыми питомцами, узнать историю возникновения зоопарка, которому в будущем году исполнится уже 35 лет. Мы посмотрим, какие птицы у нас представлены здесь, на нашей центральной аллее, и заодно я хочу рассказать вам историю возникновения нашего зоопарка. Еще раз хочется отметить, что наш зоопарк – единственный сельский зоопарк в России. Можно даже говорить, наверное, что и во всем мире, потому что мы единственные, кто находится в 200 километрах от областного центра. Начиналось все очень, скажем так, просто. В средней школе, которая находится рядышком с зоопарком, образовался маленький зооуголок, как это часто бывало в советское время. И сначала там были птички, уточки, хомячки. Затем он постепенно стал разрастаться. И стали привозить туда уже лисенка маленького, волчонка. И места на территории школы стало не хватать. Тем более, что это было все на общественных началах. Занимались кружком дети, учителя, родители помогали. И, в общем, когда стало места не хватать на территории школы, кружок переехал по соседству в дом пионеров. Какое-то время пробовал кружок на территории дома пионеров. И стало места и там не хватать, потому что появился и медвежонок, и маленький тигренок. И тогда все, кто был неравнодушен к этому кружку, все наши, значит, местные жители обратились к Валерию Дмитриевичу Саламатину, который был в то время председателем местного райисполкома, с просьбой о том, что уже давайте сделаем зоопарк. Потому что у нас уже, по сути дела, настоящий, пусть небольшой, но зоопарк. Валерий Дмитриевич не оставил эту просьбу без внимания. Поехал в Москву, добился приема у начальства в Московского и добился того, что решили сделать зоопарк. И вот 1 августа 1986 года, вот на этой территории, на которой мы сейчас находимся, в 9 гектаров, и образовался наш Польшереченский зоопарк. На сегодняшний день в нашем зоопарке проживают более 200 видов и более 2000 экземпляров животных со всего земного шара. Около 60 из них занесены в Красные книги России и Международный союз охраны природы. Допустим, атлантическая казарка, в которой сейчас с нами активно общается, вот такой замечательный мальчик, который занесен в Красную книгу. В природе их осталось совсем-совсем мало, а в нашем зоопарке можно понаблюдать за ним и также пообщаться, потому что он очень общительный, любит принимать угощения, которые он, конечно же, не доедает, но, тем не менее, такой способ у него общения – взять что-то и поразговаривать с нами. Давайте познакомимся со сторожилом нашего зоопарка Аист Айка. Он живет у нас уже очень много лет. Появился он еще в 1983 году, когда был кружок, про который я рассказывала. Привезли взрослым мальчикам, и вот посидим. Он живет в нашем зоопарке. Посетители могут его увидеть и тоже понаблюдать, познакомиться с ним. На сегодняшний день в нашем зоопарке можно увидеть различные виды птиц. Это и лебедь-колькун, лебедь-шипун, белый аист, серый журавль, серая цапля. Из хищных видов у нас представлены черный коршун, орел-могильник, орлан-белохвост, степной орел, а также различные уточки, которые плавают на речке. Продолжая нашу прогулку, мы подошли с вами к ряду, где у нас представлены наши копытные животные. Северные олени. Вот сейчас вы можете их наблюдать. Очень многие удивляются, почему они такие небольшие. Многие привыкли представлять на картинках таких огромных, больших северных оленей. На самом деле они довольно-таки приземистые. И это единственный вид среди оленей, у которых и самцы, и самки носят рога. То есть все, кто видит оленя, сразу понимают, что если у него есть рога, то это мальчик. Вот по такому признаку у северных оленей невозможно отличить, кто мальчик, кто девочка. Пятнистые олени, помимо того, что они очень красивые, летом имеют вот такой яркий окрас шубки, они еще у нас каждый год радуют тем, что приносят нам потомство. И вот в этом году опять у наших мам Юльки и Маруси на свет появилось два очаровательных малыша. Один из малышей, ему еще нет месяца, совсем еще кроха. В этом вольере у нас живут европейские благородные олени. Такие вот большие, замечательные, красивые олени. В их вольере располагаются вот такие вот бодалки для того, чтобы самцы перед тем, как скидывать свои рога, это они делают ежегодно осенью. Эти бодалки им на помощь. В этом вольере у нас живут зубр. Точнее зубр Маркус, чистокровный зубр. Это европейский вид дикого быка. И его супруга Макена. Зубра Бизониха. Североамериканский вид дикого быка. Для зубров, как мы все знаем, в природе совсем в диком виде не осталось. Их можно наблюдать только в зоопарках, в заповедниках. И вот для того, чтобы сохранить популяцию этих замечательных больших животных, в свое время стали скрещивать с бизонами. Так как бизоны более плодовиты и легче поддаются размножению в неволе. И вот появились на свет зубры-бизоны. Несмотря на то, что зубр такой огромный, вес его достигает больше тонны. При этом он очень быстро бегает. До 80 км в час с легкостью может разгоняться. И самое интересное, что при всей этой скорости и при всей своей такой вот огромной тяжести и мощи может прыгать 2-3 метра в высоту. Ну, конечно, для этого ему нужен разбег. Поэтому в зоопарке бояться нечего. Все нормально. Но, тем не менее, животное большое, опасное. Поэтому нужно посетителям быть аккуратными с ними. Не залить ни в коем случае. Не дразнить, как некоторые это любят делать. И будут они добрые и милые. Мы сейчас с вами переходим мост, чтобы оказаться на другом берегу и продолжить просмотр наших копытных животных. Мост находится на водоеме. Речка большая. Это естественный водоем, который протекает по территории зоопарка. И с весны по осень здесь живут наши водоплавающие птицы. Осенью они переселяются в теплые помещения, зимуют, чтобы весной вновь опять очутиться здесь и радовать наших посетителей. Они тоже очень любят общение, любят, когда их угощают. Ну, конечно, стоит помнить, что слишком много угощать нельзя ни птиц, ни других животных для того, чтобы их не перекормить. Вот сейчас к нам подплыл красивый лебедь-кликун. Самая крупная, одна из самых крупных птиц европейской фауны. Продолжая просмотр копытных животных, мы перешли с вами на другой берег. И здесь нас ждет лошадь Прижевальского, гера наша. Лошадь Прижевальского – это очень редкий вид, занесенный в Красную книгу. К сожалению, их тоже популяция исчерпана уже в диком виде. В зоопарках, в заповедниках активно сейчас происходит создание пар и получение потомства от этих замечательных лошадок. Это отдельный вид лошади. Ну, некоторые ученые до сих пор спорят о том, что, в принципе, это та же лошадь, но просто которая проживала в Средней Азии и которую в свое время открыл путешественник Прижевальский. Но, тем не менее, другие ученые в ответ им доказывают, что у лошади Прижевальского и домашней лошади разное количество хромосом, поэтому это совершенно можно считать как отдельный вид. Дальше по соседству у нас живет Гуанака Маруся. Маруся у нас замужем за Мишелем, который находится сейчас в соседнем вольере. Вообще они живут вместе, но так как меньше месяца назад Маруся стала второй раз в жизни у нас мамой, и в этом году у нас родился замечательный мальчик Гуанака, который вот сейчас вот там вот подаль лежит и отдыхает. Сейчас к нам подошли очень интересные, красивые животные — овцебыки. Овцебык — это житель Крайнего Севера, поэтому очень вынослив и может приносить температуры минус 60 градусов мороза и даже ниже. У нас в России они живут на полуострове Таймыр, и у нас в России популяция овцебыков хорошая, в отличие от Европы, где они занесены в Красную книгу. Овцебыков по-другому еще называют мускусный бок, потому что самцы во время брачного периода издают специфический запах, очень похожий на запах мускуса, тем самым привлекая внимание самки. Ученые у них обнаружили гены овцы, козы и быка, и морда у них похожа на морду овцу в увеличенном вот таком удлиненном виде. Поэтому их и назвали овцебык. Вообще овцебыки — это те редкие животные, вот они — северные олени, которые сохранились с времен глобального похолодания. Также они — современники мамонта. Это наш як Гриша. Як — еще один дикий бык, родиной которого являются горы с северного Тибета, поэтому у Гриши такая шикарная шуба. Благодаря этой шубе, которая вот свешивается прямо до земли, их называют еще бык в юбке, потому что в горах Тибета очень холодные северные пронизывающие ветра. И вот такая так называемая юбка помогает животным сохранять тепло и не страдать от порывов ветра. Когда як злится, чем-то недоволен, он начинает издавать такие звуки, которые похожи на хрюканье, что, в общем-то, рогатому скоту не свойственно. Ну, Гриша у нас замечательный, добрый мальчик. В этом году мы сделали ремонт вольеров для барсуков и енотов. И они буквально пару месяцев назад переехали вот в такие красивые отремонтированные вольеры, где сейчас песочек, различные приспособления для лазания, лесенки. И это вообще в этом году, пока мы были закрыты на время пандемии, на карантин, для нас это время не прошло безрезультатно. У нас в этом сезоне очень много малышей, как никогда. Впервые появилось потомство у енотов и барсуков. И причем сам интересный факт, то что мы с вами уже видели маленьких оленей, маленького гуанака, а впереди нас еще ждут тигрята. Все мальчики. В этом сезоне у нас очень много малышей и все мальчики. Сейчас мы с вами подошли к нашим мишкам. Это гималайский медведь Кузя, который любит у нас медитировать. Кузя у нас замечательный мальчик. Гималайские медведи, их еще по-другому называют лунные мишки, благодаря вот этому красивому полумесяцу желтому на груди. В природе гималайские медведи укладываются в спячку не в берлоге, как бурые медведи, находят себе большое дерево с дуплом, помогают когтями, еще делает его побольше, насколько это возможно. И вот в полусогнутом состоянии зимует наша бурая медведица Сонечка. Сонечке уже исполнилось три года, она попала к нам совсем маленьким мишкой. Маму Соне убили браконьеры, к сожалению, и в Знаменском районе ее подобрал фермер, совсем кроху. Таким образом вот она попала к нам в зоопарк. Сейчас выросла уже вот такая большая девушка. Хочу вас познакомить с нашей белой медведицей Гулей. Гуля тоже является старожилом нашего зоопарка. Ей в этом году исполнилось 31 год. И Гуля является второй старейшей белой медведицей в мире. Это лето у нас выдалось очень жарким, поэтому, конечно же, всем северным животным, которые живут в нашем зоопарке, достаточно тяжело. Но, тем не менее, мы всячески облегчаем им жизнь. Кто это любит, тех мы поливаем дважды в день. Кому смогли, по мере нашей финансовой возможности, мы установили ванны. Ну вот мы с вами поднялись наверх нашего зоопарка и подошли к кошачьему ряду, где у нас представлены такие виды крупных хищных кошек, как тигры. Замечательные красавцы, амурские тигры. Вот сейчас мы находимся рядом с тигром-шаманом. Также здесь у нас живут семейства львов, пум. И с обратной стороны кошачьего ряда можно познакомиться с леопардами, с сибирской рысью, дальневосточным лесным котом и канадской рысью. На данной экспозиции у нас представлены пять видов обезьян. Самые крупные из них — это павианы гамадрилы. К тому же они одни из самых опасных, потому что у них очень огромные, мощные когти и острые зубы. Поэтому с ними лучше не встречаться ни в дикой природе, ни, конечно же, и в вольере зоопарка. Потому что могут просто-напросто разорвать человека на части, если их разозлить. Рядом по соседству с гамадрилами у нас живут пара лапундеров — замечательные, очень умные обезьянки. Местные жители в Таиланде и во Вьетнаме их используют как домашних животных. Их приучают специально, они им с верхних веток высоких пальм скидывают кокосы и бананы. Рядом с ними по соседству живут пара молодых обезьян — яванские макаки или обезьяны-крабовед, их еще по-другому называют — Бонни и Клайд. Они совсем молодые, им исполнилось два года. И поэтому, в принципе, мы в будущем, по крайней мере на будущий год, можем надеяться, что у нас появится у них потомство. Ну вот, познакомьтесь, это наш бегемот Кёник, которому в этом году исполнилось уже 32 года. Когда взрослый мальчик, хотя в природе они живут до 50-60 лет — одно из самых-самых опасных млекопитающих на Земле. Вес их достигает от 3 до 6 тонн. При этом в своем огромном весе бегемот разгоняется до 50 км в час. Они очень опасны и кровожадны, поэтому лучше с ними, конечно же, в природе ни в коем случае не сталкиваться, потому что бегемот достигает своего обидчика или жертву, догоняет и втаптывает в землю до тех пор, пока не сравняет его с землей. Завершающая наша экспозиция, на которой представлены домашние козочки, Занинские козочки и интересные краснокнижные виды — это виндорогий козел, такжикский баран уреал и гималайские тары. Наконец-то зоопарк распахнул свои двери для наших посетителей, и мы приглашаем всех гостей посетить наш зоопарк, приехать к нам в гости, увидеть наш уникальный сельский единственный зоопарк в России, понаблюдать за нашими питомцами. Ждем всех в гости! Субтитры создавал DimaTorzok